МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любимое занятие многих ямальцев – рыбалка. Как только родные не уговаривают их посидеть дома, пообщаться с родными, нет ни переубедить. Уже с вечера любители посидеть на свежем воздухе, собирают рюкзаки, обмундирование, крючки и с первыми криками петухов отправляются на излюбленные места. Анатолий Терентьев расскажет, что же так привлекает мужчин посидеть с удочкой на холоде. Добычу щуки нужно начинать засветло, поэтому заядлые рыбаки выезжают из дома рано утром. Наш путь лежал из поселка Васихова на реку Войкары. Это место щучьеволова. Нашим проводником стал бессменный руководитель комиколлектива Шондыбан, сын своей родной земли, Александр Иванович Конев. В национальном поселке Войкары нас встречал другой заядлый рыбак, известный в Шурошкарском районе художник Михаил Иванович Ануфриев. Немного пообщавшись, мы принялись за дело. Зимой, когда вода Хаби становится меньше от кислорода, вся рыба перемещается к живунам, чистым горным рекам. Такой рекой являются и Войкары. Рядом с ней зимняя автодорога, поэтому возле поселка Войкары скапливаются сотни машин и снегоходов. Жители близлежащих селений проводят здесь свои выходные. Ловят зубастую рыбу на блесну. Прежде всего, берем лед и будем рыбачить. Михаил Иванович Ануфриев сегодня будет нас учить рыбалки на Войкарах. Да, на любая щучка попадет. Которая лучше-то, что лучше? Белый блесну. То есть старая, а что? Попробуйте. Новую надо поставить, свежую. Выбрасываем такую блесну. Лыжка-то. На ней ты сейчас штук вытащил. Без хвастовства. Да? Конечно. Еще по 9 килограмм. А маленькая будет? Еще будет. Толорог, запускаем? Маленькую заведу. Видимо, серьезно, щука здесь. Леска толстая. Пока твои друзья. Какая глубина тут. Блубина какая? Большая, нет? Смотри, пока веска там отдыхать начнет, значит, все нормально. Что, как зажавел будет? Видишь, оставляем, да. Надо было хорошо приготовиться дома. Лесу надо попробовать тоже. Да, сахару иногда хорошо. Все? Так. Все, все готово. Ну, давай, кто первый поймает? Давай. А здесь еще белый чай, а какая разница между ловилочей? Процесс сам, процесс, да? Белый, это лучше, это же на уху. Да? Ну, хладно, что ли, сегодня? Сколько температура? Никто не знает. Речинку поймаем. Привет. Ну, как тут? Рыбалка у вас? Ну, чего? Лойка ловится, что ли? Ну. Щуку ловит? Да. Так. На сети яйс ловится? Яйс ловится и лиси, и щука. Все ловится, да. Это бы яши не было. А ну, щука их иногда не бежать сюда. А потом будет. Будет он. Да. На удочку-то не рыбачите, только на сети? Да, на удочку рыбачить. В общем, в общем, в общем, в общем. В общем, в общем, в общем. Тоже интересно, да? Конечно, да. Вот такие мужчины золотые ребята живут в селе Войкары, в отдаленном селе Шурушкарского района. Едят щуку, моют лицо снегом, и поэтому такие молодые. И не скажешь своим, что им 60 лет. Да, Иваныч? Да. Вот так вот. Ну, я делю. Рыба за кордоном, что-то, да. Нет, должно ловить, и что такое? День был морозным, и клёв, по сравнению с предыдущим днём, был слабым. Нам объяснили, что это зависит от атмосферного давления, погоды и временного периода. Оказывается, щука активизируется на убывающую луну, а в полнолуние зубы хищника будто зарастают. Скорее всего, просто у рыбы идёт смена зубов. Она становится вялой, пассивной. Как считают бывалые рыбаки. Я приехал, с десяток они дёрнули уже. Хотя с восьми должно клевать-то вообще-то. Магнитные поля. Да, 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 да. Ждём, ждём. Пока ничего не клюёт. Ожидаем. Вот первая поклёпка. Аккуратненько. Ждём. Ждём. О, есть. Это есть. Есть. Первая щука. Килограмма, наверное, на 3-4. Я думаю, щука есть. Отлично. Нам повезло. Вот благодаря этому человеку, Иванычу, он нам помогал сегодня. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Видишь, какая щука попалась. Дверь поклёпки не мог выкликать. Было, да, у тебя? Ну, две поклёпки были. Я же правильно дёргаю, всё дело и правильно. Я не могу. Дедушка поймал, что-то ты молодец. О-о-о. Александр Иванович. Это-то щука. Всегда надо начинать с маленького. Росло, 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 росло. Ух ты. Ух ты. Но наши друзья – творческие люди. Не давали замёрзнуть. Михаил Иванович рассказывал о своих заботах художника, а Александр Иванович напевал любимые песни. Берега, берега, берег этот и тот, Между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течёт, От рождения течёт и до тризны. Там, за быстрой рекой, Что течёт по судьбе, Своё сердце навек я оставил. Своё сердце навек я оставил тебе. Там, куда не найти переправы, А на том берегу Не забудки цветут, А на том берегу Звезды весенний салют, А на том берегу Мой костёр не погас, А на том берегу Лапсо первый раз Первый раз я любил И от счастья был глуп Первый раз пригубил Дикий мёд твои губа На том берегу Там, на том берегу Было то, что забыть Я вообще не могу Видимо, и среди щук бывают Почитатели музыкальных талантов. Хочешь верь, а хочешь нет, Но после песни Щука вдруг заинтересовалась Наживкой Александра Ивановича. И процесс ловли пошёл быстрее. К вечеру, получив настоящее удовольствие От рыбалки и жгучего мороза Стали собираться домой. Посчитали улов, Поймали больше двух десятков рыбин. Хватит и на уху, И на котлеты останется. Поблагодарили за помощь местного жителя Андрея Тогачева, Сделали на память несколько фотографий И двинулись в сторону Васихова. Река Войкары Не только поделилась с нами Своими богатствами, Но и подарила чудесный, Незабываемый день. Рубрика «Этноартика» в сети Снова с нами. Здесь говорят о самых интересных И колоритных событиях, Которые встретились в Ваших социальных сетях. На Ямале 9 месяцев зима. Но любая женщина, Живущая даже в самом отдалённом Оленеводческом стойбище, Ждёт романтический сюрприз в виде цветов. Выход есть. Букет из свежей рыбы. А почему бы и нет? Думаю, сердце дамы Этого молодого человека Точно не останется равнодушным К такому подарку. Ну а что? Жена довольна и сам сыт. Набор привычной свадьбы. Это пышное платье, Фата и лимузин. Эти молодожёны решили Не следовать современным тенденциям, А выбрали родной для себя вариант торжества. У невесты место белого платья, Белая ягушка, А жених выбрал чёрную малицу. Думаю, в ЗАГСе их точно запомнили. Воспитанники детского сада Синяя птица пришли знакомиться Жизнь у оленеводов. Они узнали много интересного и нового. А в качестве благодарности За тёпый приём Рассказали стихотворения Ямальских проэтов. Сегодня весны наступает пора, На плавник толопятся люди с утра, Мужчины и женщины идут вала, Для них эти гонки от них не играют. Издание становится сладных сторон, Слышат пастухи под весёлым следом, И воду по снегу слегка под углом, Олени бегут, начиная ложь год. Ближе с героями праздника Вы можете познакомиться в наших программах, Которые найдёте на ютуб-канале Этно Арктика. В эфире программа «Северный колорит». На Ямале продолжает отмечать День оленеводов. Яркий и красочный праздник Коренных северян. И вот долгожданные гульяне Вместе с весенним солнцем Добрались до Сынской земли. Репортаж Татьяны Лангортовой. С первыми весенними лучами солнца Приходит на Ямальскую землю Череда дней оленевода, Одного из главных праздников севера. В посёлок Авгорт съехались оленеводы С рек Сыня и Войкар, Жители близлежащих деревень И гости праздника. Праздничная программа была насыщенной. Погода выдалась морозная, С обжигающим северо-западным ветром. Совсем кстати оказались гостевые чумы, Установленные на берегу реки. Женщины сами сшили Это презентовые нюки, Сукорные нюки. И вот у нас это Два чума у нас, как у нас, Находятся в распоряжении Главы поселения. Давно начали этим заниматься. Уже лет 5-6, не 10 лет. Система уже налажена. Гости праздника то и дело Заходили погреться в уютный теплый чум, На чашечку горячего чая И ароматную уху. Сегодня на улице холодно, Поэтому гостей в чуме будет много. Мы будем угощать гостей Горячей ухой И жаркое из олениной. В чуме готовим жаркое. Уху мужчины варят на улице. Изюминкой праздника считаются Гонки на оленьей упряжке. Шквал оваций, аплодисменты, Всеобщая радость за победителей. Неотъемлемая часть соревнований. Веселье и хорошее настроение Все это вызывает неподдельный интерес К традициям и обычаям северян. На оленях очень далеко ехать С мужей до авгорта. Мы своих оленей везли на машине. Посмотрим, как они поведут себя на гонках. Все зависит от передового. Он должен быть послушным, Спокойным и лидером в упряжке. 2.36, на вторая упряжка На секунду пустили, чем первая. Тихо, тихо, тихо. Растан. Внимание! Чумы наши стоят у подножия уральских гор. Зима выдалась тяжелая, снега мало. Только к весне выпал снег. Олени разбегались, Росомахи покоя не дают. Специально готовил новую упряжку Для этого случая. Посмотрим, как в этот раз проедут. Вся надежда на передового. Проехал я хорошо, дорога отличная. Правда, снег и ветер немного мешают. А передовой у меня хороший, уверенный. Поэтому и примчался первым. Всем желаю удачи. Неугасаемый спортивный азарт, Крики болельщиков и восхищенные взгляды окружающих Придавали старту на гонках лишь бодрости и уверенности. Также активное участие принимали женщины в гонках на оленей упряжке. Каждый оленевод переживал за свою супругу. Дорога нынче для гонок хорошая. Все дело в передовом. Как его обучил хозяин, Так он и будет себя вести на дороге. Волнуетесь перед стартом? Конечно. Мысли только об одном. Усидеть бы на нартах. Лыжи для оленевода считаются вторым После упряжки средством передвижения по тайге. А во время поиска и сбора оленей По глубокому снегу Лыжи просто незаменимы. Я пришел первый. Устал немного. Дорога хорошая. Главное, чтобы настроение было. На лыжах часто хожу оленей собирать. В Даросях тайги без лыж не получится. Оленеводы готовят лыжи летом. Праздник весны удался. Мы окунулись в атмосферу азартной борьбы, Переживаний, улыбок и радости. Победители увозят лучшие призы и подарки. Теперь уже только через год Горячий Сынский край вновь будет ждать своих гостей и героев. Праздник на рождение луны или тылощ-пори, Как его называют коренные народы. Это первый традиционный праздник года обских убров. Как его отметили жители Тюмени, Смотрите в следующем сюжете. Обряд приношения луне, тылощ-пори, Обские угры устраивали в марте. В это время, утверждают северяне, Солнце возвращается после зимы. В праздники в основном участвовала молодежь. Считается, что тылощ-пори помогает возрождению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбой, Чтобы рыба и звери размножались. Но и прощения просили у природы. Люди используют животных в качестве еды, Зверя, птицу, рыбу. И мы просим прощения у природы, Для того, чтобы приносили еще больше еды для нас. История праздника уходит в глубь веков. Как говорят, старожилы проводили его не только для того, Чтобы попросить у природы защиты и благополучия к семье. Но и увидеться с родственниками и знакомыми после долгой зимы. В археологический парк на праздник приехали представители ямальских землячеств. Когда приезжаешь или посещаешь вот эти мероприятия, Даже заходишь в лес, если ты долго был в лесу, в тундре, Тебя захватывает. Ты просто, у тебя начинается появляться другое дыхание. У тебя подъем, такое настроение. Хочется жить, любоваться вот этим и делать большие дела. На тыл и шпоре проводили национальные игры, к примеру, перетягивание палки. Забава известна. Соревнующиеся садятся на землю, упираются подошвами слегка согнутых ног друг друга. Оба берутся за палку и тянут ее каждый в свою сторону. Победителем считается тот, кто сумел заставить соперника оторваться от земли. Малка скользкая. Кульминация праздника. Гости собираются вместе, взывают природу стать к семьям благосклонней. По традиции всегда на столе угощение луне, в том числе уха. Ее готовят по специальному рецепту. Еще раз, на тебе, берите. Мойте кушку. После угощения гости собираются в чуме у очага. Рассказывают друг другу, как пережили зиму. Находясь в чуме у костра, но это был не костер, это был очаг. Это был особый дух огня. На праздники нам отчетливо сейчас видно, что такое народы севера. Находясь в тундровых условиях Ямала, в этих условиях зарождается дружба, которая надолго и на все времена. Тыла-чпори, как говорят северяне, это повод оглянуться на нашу природу, задуматься о том, как мы к ней относимся и жить в гармонии с окружающим миром. Недавно я побывала в селе Харсая. Там исторически проживают коренные народы Ямала. И о каждом есть что рассказать. Хранительница зырянской культуры Полина Егоровна Филиппова показала, как испечь традиционные коми-шанги. От этого сюжета у вас точно слюнки потекут. На крутом берегу главной кормилицы Ямала, реки Об, стоит дом Полины Егоровны. Когда-то с этого места отправлялся на рыбалку муж нашей героини Василий Андреевич. А позже и сыновья Андрей и Петр. В поселке Полину Егоровну знают как прекрасную гостеприимную хозяйку. По традиции, перед приходом гостей Полина Егоровна обязательно готовит вкусные коми-шанги. В чуме все готовили под печкой и ватрушки, и пирожки, и рыбные кулебаки. Печку топишь и уголь вытаскиваешь. Потом туда сковородку снизу уголь печет, а сверху печка. В каждую воскресенье, если в будний день совпадет церковный праздник, то уже степаешь. Что в чудо-кварию тесто? Раньше было сухое молоко. Вместо молока свежего. А вместо яйца клали яичный порошок. Масло сливочное всегда было. Растительное масло. Обычно растительное масло раньше было запахом. Не сильно пользовались подружки. В основном сливочное масло. Это для рыбного пирога. Раньше в тундре лук-то не было такого. И покупали сухой лук. Собирали зеленый лук. Дикий. Это тоже дикий лук. Не рассчитала. А в чуме вообще открыто делают. По краям только. Полина Егоровна, можно легко начинку сырые ягоды или лучше вареные? Сырые ягоды, это... Лучше вареные. Растекаться будет. Я добавляю этот... Кисель. Вот такие ягоды, как брусника, да, голубика, надо варить. Она же жидкая. А если морожка, тогда не варим. Только через душлаг пропускать. Когда уже ягода закипит, сразу кисель добавлять. И постоянно размешивать. Чтобы не это... Ну, чтобы не прилипло. Чтобы не сгорело. И она быстро загустеет. Как загустеет, убирает. Бабушка по голову держала. Даже она масло сама делала. Домашнее масло. Я даже помогала ей масло делать. Шанги она стряпает по старинке в печи, на углях. Которую надо заранее хорошо протопить. Головьёшки не остались. Если головьёшка остаётся, тогда может угар быть. Вот весело заиграли угольки. Это значит, что в печь можно отправить первую партию шанек. Слот сильно горячий. Это должно одно время, а печка сильно горячая. Потому что сейчас много топ стопило. О, прозевали. Горячие шанги. Полина Егоровна обмакивает в растопленное сливочное масло. Так они ещё вкуснее и сытнее. За минут 20 наша хозяйка испекла почти 10 сковородок с шангами, пирожками и с рыбным пирогом. С такой скоростью ни одна современная печка со своей работой не справится. А потом нас ждал вкусный чай с коми-шаньгами. Больше жизненных историй о жизни коренных народов Ямао вы найдёте в наших пабликах «Этноартика» в социальных сетях. А также обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. А на этом я с вами прощаюсь. Впереди будет следующая колоритная неделя, будут следующие колоритные события. И мы обязательно вам расскажем о них. С вами была я, Анастасия Витязева. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»